24 июня 44-го войска правого крыла 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Рокоссовского начали наступательную операцию. 27-го в Бобруйском котле оказались вражеские дивизии 9-й полевой армии численностью около 40 тысяч человек. Уже через два дня небо над городом стало мирным. Потому 29 июня навсегда вписано в летопись Бобруйска, как самая знаковая дата в году. Празднование 75-й годовщины в субботу началось на улице Минской в 9 утра у мемориала воинам-освободителям. Здесь трудовые коллективы, депутаты, молодежь и просто неравнодушные почтили память павших защитников Отечества и возложили цветы. Уже в 10 часов площадь Победы наполнилась несколькими сотнями горожан. Среди них те, кому небезразлична судьба любимого города и белорусского народа в целом. Ведь в этой войне мы потеряли каждого третьего. У меня бабушка воевала, была во Львове. Дедушка тоже, прадедушка. И мы очень любим наш город. Любим людей. Желаем им счастья, здоровья, долголетия, не болеть. День города – это общий праздник для всех бобручан. Я считаю, что очень важно помнить нашу историю, нашу культуру и участвовать на мероприятиях для каждого нашего гражданина. Очень довольна. Благодарна нашим дедам, прадедам, что они освободили Бобруйск, что мы сейчас живем спокойно, радостно, очень хорошо. Все, спасибо им всем. Будем ждать их память. Я хожу, есть место такое, Роксолянка, слышали, на Волченке есть братская могила, там 100 человек похоронено. Я с 93-ти хожу, там убираю, вложу, за свои деньги венки поставил. Ну, в общем, мне реально не стыдно. Надо помнить своих родных, которые воевали в войне, и помнить тех людей, которые стояли за страну, за мир, чтобы жили под мирным небом. Обязательно надо это помнить, потому что память – это самое важное в жизни. Поздравить Бобруйск в столь доброе утро собралось не только руководство города и военное. Специально в 75-ю годовщину из российского Владимира приехал освободитель Бобруйска Николай Щелконогов. Мужчина отмечает, в майские дни 45-го он и не мечтал, что доживет до юбилейного дня и вернется в красивый город на Березине, ведь тогда он запомнил его горящим и в дыму. Я счастлив сегодня, что дожил до этого дня. А счастлив еще, что дожил до этого дня, во-первых, что спортом все время занимался, для молодежи. Потом я не курил, спиртных не злоупотреблял. Ну и потом я до сих пор занимаюсь активно общественной деятельностью. Я только прихожу домой ночевать. Желаю, чтобы люди таким образом трудились и занимались делом. Тогда они проживут долго. Счастья всем белорусам! Мы рады, что они нас приглашают. Парад военной техники и строевой марш, красные гвоздики и минута молчания. Слова благодарности от градоначальника звучали и в адрес живых свидетелей войны. Каждого из них наградили юбилейными медалями в честь освобождения. Праздник с белорусами разделили и иностранные гости. Мир важен каждому. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.